Очень часто на рынке, на вторговых точках можно увидеть саженцы с листьями, продают саженцы с листьями. Это недопустимо, особенно если корневая система открыта, потому что листовая поверхность имеет очень сильную испаряющую способность. И такие деревья, которые находятся в облиственном состоянии, буквально за несколько часов могут потерять тургор, могут потерять способность потом к приживаемости. Поэтому саженец должен быть в безлиственном состоянии. И еще, очень часто садоводы-любители стараются посадить не в нужные агротехнические сроки, а во время, когда у них есть возможность, когда они находятся в отпуске. Это в августе, а иногда в июле хотят сажать деревья. Ну, не всегда это возможно. Я сразу говорю, что в эти сроки можно посадить деревья, плодово-ягодные какие-то там кустарники, но с закрытой корневой системой. С открытой корневой системой лучший срок посадки, конечно, это весна и осень. Так вот, обязательно саженец должен быть в облиственном состоянии. При выборе саженцев нужно смотреть, чтобы на саженце не было никаких механических повреждений, чтобы кора была вся целая. Можно столкнуться с тем, что продают даже непривитые саженцы. Просто деревья подвои, либо какие-то дички даже. Важно знать, что привитый саженец всегда имеет вот такое колено. То есть, эта вот толстая часть, это подвой был. Вот весной прошлой здесь прививали, и вот такой нарост здесь имеется. Видно, что тут почечка вставлялась, вот такие наросты коры. Точно тут можно сказать, что это привитой саженец, имеющий подвой и привой. Обязательно надо спросить у продавца, на каком подвое привит саженец. Вот от подвоя тоже зависит и долговечность дерева, и его продуктивность, а также высота дерева. Сейчас популярны стали сорта на слаборослых подвоев, которые имеют ограниченную крону, малогабаритные, так называемые, сорта. Это бывают и полукарлики, и карлики, и просто среднерослые деревья. Вот основным нашим таким слаборослым подвоем считается 54-118. Вот этот подвой наиболее подходит для выращивания яблони в средней полосе России. Вот много садов сейчас закладывается на этом подвой. Иногда продают саженцы, ну это на развалах, вот на дорогах. Саженцы продают высокие, красивые, с мощной корневой системой. Но это саженцы бывают молдавского происхождения, либо и польские саженцы. То есть завозятся из южных регионов, которые не совсем приспособлены для нашей области. Как отличить такие сорта? Ну, они будут иметь мощные приросты. Внешне отличить трудно. Можно вырастить, конечно, и мощные, хорошие саженцы и у нас здесь. Тут скорее надо полагаться на ассортимент и на как раз подвой. Если вам скажут, что это привито дерево на М6, М9 и другие М-ки там, или подвой Марк. Скорее всего, это южные сорта. Это подвои, которые активно используются в Молдавии, в южных регионах Украины. Такие подвои не зимостойкие. Да, вы деревья можете посадить на этих подвоях, и они могут у вас прижиться и первое время расти. Но это будет до первой серьезной зимы, до первого серьезного испытания. А потом может все погибнуть. Какие подвои пригодны у нас из слаборослых? Я уже сказал 54-118. Затем из карликовых подвоев это 396-й подвой. Малыш Будаговского еще можно использовать иногда. Вот это основные подвои для нашей области. Есть еще и сорта, вернее саженцы, которые выращивают на сеянцевых подвоях или на сильнорослых подвоях. Это обычно выращивают грушу. Чаще всего у нас нету подвоя надежного, слаборослого. На сеянцевых подвоях часто выращивают косточковые культуры. Хотя там есть и подвои ВСЛ, сливы для вишни. Это подвои вегетативно размножаемые. А грушу в основном выращивают на сеянцевом подвоях. Надо знать, что деревья, выращенные на сеянцевом подвоях, всегда будут высокорослые. И исходя из вашего участка, надо выбирать, какой вы саженец будете на слаборослом подвоях, на карликовом подвое или на семенном подвое покупать и выращивать затем. А если у нас, например, посадить на подвои для северных регионов, это тоже будет хорошо или нет? Ну, а мы сажаем более подвои, которые более северные. Скажем, 118-й, он, конечно, совсем на севере не пойдет. А семенные подвои обычно в качестве семенного подвоя используют наиболее адаптированные сорта. Семена антоновки, сортов народной селекции, которые прошли испытания уже веками, можно сказать. Вот такие используют. Стандартный саженец на семенном подвое. Ну, это саженец у нас с груши. Однолетка. Однолетка должна иметь 3 корня основных. Это минимум 3 корня основных. Длиной примерно на 25 сантиметров. Ширина корневой шейки. Корневая шейка – это место перехода корневой системы в надземную. Можно отличить по цвету коры. Тут, правда, у нас вот прикопано было, не совсем видно это. Ну, вот здесь где-то была у нас корневая шейка. Корневые шейки бывают условные и настоящие. Настоящие, если это растение, полученное из семени. Условные, если вегетативным способом. У нас здесь, поскольку семенной подвой, то это корневая шейка у нас, конечно же, настоящая. Диаметр корневой шейки саженца должен быть однолетки не менее 1,7. Ну, примерно около 2 сантиметров. У двухлетки больше. Кроме того, однолетка, она может быть как разветвленная, так и неразветвленная. Вот в данном случае у нас саженец разветвленный. Но однолетки, как правило, все же бывают неразветвленные, одним стволиком, одним прутиком таким растут. Высота саженца должна быть не менее 110 сантиметров. Стандарт. Вот, это первый сорт. На что еще обращают внимание при покупке саженца? Конечно же, корневая система должна иметь не только основные корни, но и корневую мочку. Большую. Чем больше корневая мочка, больше вероятность, что саженец у вас приживется и будет хорошо расти. И быстро будет вступать в плодоношение. Недопустимо, когда на корнях имеются вот такие наросты. Это реальный корневой рак еще называется. А такие саженцы обычно не продают. Это считается брак. При выборе саженца не обязательно смотреть, чтобы он был высокий. Потому что многие говорят, ой, если полтора метра, это маленький, надо два метра. Все равно вы будете его укорачивать. Больше внимания обращайте, конечно, на корневую систему. Если корневая система мощная, привой где-то метр-метр десять, этого достаточно для того, чтобы сформировать нормальное дерево. Так, ну вот я хочу показать ему еще саженец, однолетку, тоже груша. Вот это нестандартный саженец. Почему? Да, он имеет высоту, достаточную для стандарта. Никаких разветвлений. Обычно вот такие однолетки и бывают. Но, посмотрите, какая здесь корневая система. Корневая система совсем обрубленная, малая. Тут нету трех корневых, даже и двух нормальных корней нету, и совсем нету корневой мочки. Вероятность того, что этот саженец приживется, совсем мизерная. Вот такие саженцы покупать не надо. Продолжение следует...